Намасте, друзья! Как ожидалось, к сожалению, наша эпопея с обсуждением коронавируса продолжается. Я надеялся, приведу вам пример конкретного реального человека, которого я знал, расскажу о том, что он пережил, ну и как бы кто поймет, тот поймет, кто не поймет, тот не поймет. Но оказалось-то все намного сложнее. Начали писать люди иногда, ну, мягко говоря, неадекватные. И я вспомнил тогда, что действительно среди йоговской аудитории есть определенный процент людей, которые, ну, мягко говоря, перегибают палку в своих суждениях. То есть, если они думают, что у них все хорошо, то точно так же хорошо и у всех. На самом деле это не так. Во-первых, поймите, что я не призываю всем носить намордники или там маски и поголовно выполнять там все эти процедуры, вытирание 25 раз рук спреями и так далее. Я о другом. Я вам сказал в этом видео, что нужно следить не только за тем, одеваете вы маску или нет, а самое главное, если вы чувствуете любые недомогания, то для профилактики и защиты других от вас нужно маску одевать. Кто-то спрашивает, Андрей, ну вот вы сами носите маску? Ну, естественно, если в магазине требуется одеть маску, я совершенно спокойно одену маску и войду. Я не являюсь там каким-то диссидентом. Какой смысл тратить время на то, чтобы с кем-то спорить? Это просто неразумно. Кроме того, я вам хотел еще привести довольно важное наблюдение, которое за последние годы сформировалось. Так часто бывает, что среди йоговской аудитории на определенном этапе, не всегда, на определенном этапе люди становятся, ну, такими, знаете, в экзальтации все воспринимают. Или что-то плохое – это прям вот просто жуть и зло, а что-то хорошее – это прям вот небесное и невероятно. Они замечают золотую середину совершенно. И вот когда человек находится в таком суждении, у него, к сожалению, часто бывают ошибки, которые имеют определенные последствия. Еще раз повторюсь, поймите, то, что я публикую на своем канале или рассказываю вам, это то, что я реально вижу, слышу и переживаю в той или иной форме. И сегодня я хотел вам рассказать одну историю, которая относится не к ковиду, но которая говорит о том, что если, друзья, вы будете надменно относиться к той же самой медицине, которую сейчас вы смеиваете, для вас это может быть плохо кончиться на определенном этапе. Я вспомнил одну историю про одного совершенно реально человека, конкретного, который, к сожалению, на том этапе развития, на котором он находился, он перевоплотился. Вот то, что я вам сейчас расскажу, никогда не повторяйте, потому что результат, получается, не совсем тот, который необходим. Он решил не просто поголодать, по-моему, 40 дней он себе поставил цель такую, а он еще в этот же самый период, зимой, решил пообливаться по системе порфилия Иванова. Ну, то есть, представьте, голод плюс ежедневные обливания холодной водой, когда ведро ледяной воды выливают на голову. По его конституции ему это вообще не нужно было делать. Он худощавый парень, ну, он вата тип. Ему обливание это вообще не актуально совершенно. Но, тем не менее, он решил вот с собой такую аскезу провести. Чем это все закончилось? Где-то после там 20 какого-то дня он реально заболел. У него проявился уже менингит, у него началось воспаление. И когда бабушка, он жил все это время с бабушкой, и когда бабушка к нему приходила в той или иной форме и пыталась как бы с ним поговорить, он говорил следующее, что да все нормально, ничего не надо. Когда в конечном итоге бабушка поняла, что с ним все серьезно и вызвала скорую, скорая его, конечно, отвезла в больницу, но врачи уже ничего не могли сделать, потому что у парня там начались процессы необратимые, и он, к сожалению, умер. То есть тот человек, который пытался заниматься йогой, саморазвитием, но когда он начал скрещивать, не скрещивая ему е, и начал перегибать палку, он получил такой результат, который он получил. И поймите правильно, зная аудиторию, которая у нас в клубе даже находится, там обязательно появляются те, кто не просто фанатично на что-то смотрит, а не понимают, что у него нет температуры, у него не течет нос, у него все хорошо, и он всем заявляет, да зачем маску носить, да это все как бы порабощение населения всей планеты, нас ведут там в концлагерь какой-нибудь и еще и так далее. Но если вы рассмотрите конкретный случай какого-то человека, который заболел, который может умереть, то ради этого человека ему необходимо донести, что если у тебя есть подозрение о том, что ты заразился этим жутким вирусом, почему говорю жутким? Да поймите, пожалуйста, правильно, это вирус необычной простуды. Не нужно говорить, что ой, да все то же самое. Основная проблема этого вируса от обычной простуды или гриппа, сезонного гриппа, который происходит, заключается в том, что он начинается незаметно и очень быстро. Вот я же вам читал как бы цитаты из сообщения моего знакомого. Он говорил, я думал 4 дня, ну это как обычно, все нормально, я лежу, все хорошо. Но когда ему сделали томограмму, у него 40% легких уже было поражено. Понимаете? А он бы мог так бы вот еще пытаться лежать, чтобы пару дней полежал, и есть вероятность, ему бы уже и не помогли. Еще раз повторюсь, это речь идет о человеке, который сам говорит, я не болел никогда. То есть он всегда придерживался здорового образа жизни и так далее. Что говорить о человеке, который там периодически сливает энергию на глупости всякие, и у него иммунитет уже подорван. Мне задавали вопрос по иммунитету или там, почему у одного проявляется, у другого не проявляется. Действительно стечение обстоятельств. Среди моих знакомых много переболело тех, кто совершенно в легкой форме это все перенес. Если сейчас у нас в клубе заводится речь о том, что ой, давайте проведем какой-то семинар. Поймите, я против очных мероприятий сейчас. Почему? Да потому что у нас есть прекрасная онлайн-площадка, на которой все то же самое можно сделать, только без последствий для кого-то. Потому что вы, возможно, никак не пострадаете от этого вируса. Мне кто-то может сказать, Андрей, ну что, перевоплотиться, это же нормально, это же все по карме. Понимаете, перевоплотиться по карме можно по-разному. И это не шутки. Перевоплощение, это не какая-то там иллюзия, там, ой, все будет хорошо. Я недавно видел пост одного человека, ну, умер у него один знакомый, который с его точки зрения сделал много добра и хорошо он прожил. И он пишет, ну, он хороший человек, хорошо прожил, хорошо перевоплотиться. Друзья, это ваши иллюзии, к сожалению, когда вы своим умом оцениваете определенные вещи. С точки зрения того института, который определяет на самом деле, кому как перевоплотиться, у них понятия другие. Если вы думаете, что на этой планете вот добро – это вот это, а зло – это вот это, то это не значит, что это так на самом деле. И перевоплощение будет зависеть не от того, как вы относитесь к этой ситуации, а нарушали вы или не нарушали вселенские законы в первую очередь. Если человек живет и просто хомячет хрюшек, потому что так принято, но он душа компании, все хорошо, с какой стати вы решили, что он нормально перевоплотится? Он не перевоплотится нормально, он пойдет отрабатывать все те хвосты, которые ради него убивали и выращивали. Или все те яйца, которые выращивают на этих концлагерях, птицефирмах. Ну ладно, я о другом. Давайте вернемся к тому, что почему карма у кого-то проявляется, у кого-то не проявляется, у кого-то заражается легко, переносит, у кого-то такая проблема. Действительно, все зависит от кармы. И почему я пытаюсь донести, что не спешите умирать, друзья? Я вижу, как развиваются люди. Я понимаю, что кому-то даже за год получается эволюционировать так, как он, ну, невозможно было даже представить, что он столько ступенек перепрыгнет. И если по чакрам опять-таки пойти, вот живет человек в Манипуре, периодически сходит на Сватхистану, как это все делают, потом в Манипуру, потом и на хату на обнимашке сходит, потом опять в Манипуру, потому что ему выживать нужно. Понимаете, вы думаете, легко ему будет перевопотиться? И без последствий, к сожалению, нет. Если этот человек, который даже живет на Манипуре, сможет в конце своей жизни приподнять энергию повыше, поверьте на слово, у него перевопощение будет совсем другое, нежели бы он мог попасть. Приведу один пример. Вы можете сказать, Андрей, ну все же по карме, они перевопощаются по карме. Знаете, когда вы меня сейчас слушаете, у вас в кишечнике находятся бактерии, которые готовы вас съесть. Они буквально и болезненны, ворны и смертельны по отношению к вам, к вашему телу. Но ваш организм успевает вырабатывать иммунитет, который эти бактерии чувствует и сдерживает таким образом эти зловредные бактерии. То есть, постоянно происходит у вашей кишечнике определенная борьба. И ослабевает иммунитет тогда, когда человек активно начинает сливать энергию. То есть, произошел какой-то слив, ждите того, что у вас иммунитет упадет. Почему, как вы думаете, когда люди заболевают какими-то хроническими или тяжелыми заболеваниями, им говорят, обязательно откажитесь от алкоголя, сигарет, секса чрезмерного, ну там перечисляют уже какие-то индивидуальные еще вещи. Все то, что тратит вашу жизненную энергию, оно может влиять на то, что у вас упадет иммунитет. Поэтому лучшая профилактика иммунитета – введите сдержанную жизнь. Следите за теми энергиями, которые вокруг вас развиваются в той или иной форме. В общем, друзья, давайте на этом остановимся, остановим эту дискуссию о ковиде. Я не имею в этой жизни к этому никакого отношения. Я не врач. Мне эта тема-то вообще не интересна. Я на эту тему смотрю только, как вот смотрел Милорепа. Если возникает какая-то проблема, то эта проблема в первую очередь имеет под собой энергетическую причину. И это реальность. Почитайте книгу, называется «Сто тысяч песен Милорепы». Там конкретно рассказывается о том, что в одном отдельно взятом городе вдруг завелась какая-то зараза, которую ничем не могли победить. И когда пришел Милорепа и разобрался в вопросе, он понял, что на самом деле за всем находятся тонкоматериальные элементарии, с которыми он мог на тонком плане в той или иной форме общаться. Да, я понимаю, если вы люди с классическим образованием, где вам об этом не говорили, вы подумаете, что то, что я говорю, это бред. Хорошо, давайте не будем рассматривать то, что говорит Милорепа. Давайте почитаем йогу Васишту, который написан намного раньше, чем говорил Милорепа. И уж, извините, в ясе можно доверять. Он вряд ли, чтобы что-то искажал. Так вот, Васишта рассказывал одну историю, откуда появилась холера. Вот та болезнь, которая сейчас называется как холера. Так вот, это именно демоница, которая приняла такую форму, чтобы причинять, с одной стороны, страдания, с ее точки зрения. Она несла зло, и она хотела нести зло. Но на самом деле, те люди, которые потом это переживали, они эволюционировали. И мой знакомый, который я писал, он даже благодарил этот вирус, который для него открыл совершенно новые грани. Он бы в йоге, возможно, быстро бы так не эволюционирован, и столько бы с него не счистилось, как за время этой болезни. Поэтому, друзья, еще раз прошу вас, давайте завершаем дискуссию. Если у вас есть в этой жизни заниматься йогой, пожалуйста, занимайтесь. Это важно. Неизвестно, когда вам придет пора перевоплощаться. И чем выше будет ваше сознание с чакральной точки зрения, тем лучше будет в конечном итоге для вас. Благодарю и до новых встреч. Ом.